Субтитры создавал DimaTorzok Кого кромешно угнетает туча, вопрос, зачем в воде качать пустой паром и падать для чего в везде падучей? Вопрос. Не для кого, на всякий случай. Что? Что? Как бы я хотела, чтобы у нас был ребенок. Зачем? Он был бы такой же талантливый, как и ты. Талантливый не я, это они, а я только перевожу. Ой, он бы тебя так любил, мы бы тебя вместе ждали. Алла, ты же знаешь, я свою жизнь переменить уже не могу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другая 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Веригин звонил из издательства. Торопит, торопит. Что, у вас в Дании тоже так? Тоже так, да. А тебе не показалось, что у него женский голос? У кого? У Веригина. Так он через секретаря звонил? Через секретаршу? Нравится? Нина сама варила. Очень вкусно. Это есть повидло? Нет, это варенье. Извините. Андрей, он немножко сердится? Может быть, я лучше уйду? Или лучше остаюсь? Будет меньше скандал? Нет. Плохо себя чувствует. Дальше вас будет развлекать Андрей. Я ухожу. Нина, если что-нибудь надо купить, ты скажи. У меня после семинара будет время. Да, купи цветы, секретарша. Ушла на работу. Андрей, может быть, у вас тоже есть работа? Может быть, я отнимаю время? Ну что вы, что вы? Нечуть. Билл, я прочитал. В принципе, все правильно. Но есть кое-какие неточности. Вот здесь. Насколько я помню, у Достоевского сказано «За кого ты себя почитаешь, фриаты, этакая облизьяна зеленая». У вас правильно. Грюнепе. Обезьяна. А у него же облизьяна. Сленг. Прошу прощения. Да? Бузыкин, она ненормальная. Кто? Наша машинистка. Я сейчас перезвонила. Пыталась ей все объяснить. Причем очень деликатно. А она послала меня подальше. И тебе велела передать, чтобы ты больше не приходил. Что делать, а? Может, мне к ней подскочить? Ни в коем случае. Вообще, кто тебя просил вмешиваться? Ну ладно, салют. Андрей, я думаю, что облизьяна – это неправильная печать. Нет, это правильная печать. Простите, Билл, но мне пора в институт. Андрей, я вас отпускаю, да? Только у меня есть еще один маленький вопрос. Пожалуйста. Сейчас найду. Продолжение следует... Продолжение следует... Привет. Что там? Шаршавников. Чего прячешься? Не хочу подавать руки этой скотине. Почему? Ты не знаешь, что он вчера на совете сделал? Нет. Он Ключанского завалил, Семярова протолкнул. И тем самым Ефимов станет замзавкафедры. Добрый день, Владимир Николаевич. Привет. Ты Новикова не видел? Нет, не видел. Здорово, Бузыкин. Если появится, скажешь, чтобы зашел. Хорошо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Будьте любезны. Аллу Михайловну, позовите, пожалуйста. А ее нету, ее домой отпустили. Почему? Сердце заболело. Да. Что с тобой? Что случилось? Ничего. Сердце закололо. Так надо врача вызвать? Он уже был. Что сказал? Он сказал, что нужно полежать. Так ложись. Я и лежу. Что она тебе наговорила? Да. Да ничего нового. Все-таки. Она сказала, что у вас очень дружная семья. Что вы живете душа в душу 150 лет. Что ты очень боишься ее потревожить или огорчить. Ты понимаешь, я это сама все знаю. Но это когда слышишь от чужого человека. Нашла кого слушать. Надо было трубку бросьте все. Это страшно. Я и бросила. А она тебе изменяет? Кто? Варвара? Ян Е твоя. Варвара. Варвара. По-моему, нет. А что же она тебе тогда интересно коричьими нитками пуговицы пришила? Где? А вон на пузе. Действительно? Вот так. Снимай-ка. В эту пору доступ на заповедные острова открыт только для орнитологов. У нас навык в общении с птицами. Кайры самые доверчивые. С ними работать одно удовольствие. Домой пора. Да нет. Мне в издательство. На пять минут забежайте все. Хорошо, Андрей Павлович. Как всегда, хорошо. Я рад. А я нет. Почему нет? Почему нет? Не пойдет? Почему не пойдет? Этот Саймон на прошлой неделе с какой-то российской статьей выступил. Вся прогрессивная общественность возмущается, протестует. А что же мы будем рекламировать, переводить, а? Слушай, Андрей Павлович. У тебя разбитая луна в каком состоянии? В разбитом. То есть как в разбитом? Постой, постой. У меня тут записано. Десятая, Бузыкина, разбитая луна. Сегодня у нас какое? Девятая. Завтра у тебя срок. Нет, это мне не успеть. Ну, хорошо. Тринадцатого успеешь. Тринадцатого крайний срок. Постараюсь. Надо будет ночью посидеть. Посиди, посиди. Чем по бабам бегать? В нашем возрасте. По каким бабам? Ленинград, город маленький, Андрей Павлович. Алло. Алло. Ниночка, это я. Я сегодня немножко задержусь. У нас тут оказывается кафедра. Слушай, это же неприлично. Тебя уже здесь два часа дожидаются. Ты обещал его повезти по местам Достоевского. Черт совсем из головы вон. Передай, бегу. А ты где? Я же сказал, на кафедре. Так у вас же по четвергам кафедра. Приду домой и все объясню. Ну ладно, тут уже стучат. Где стучат? На кафедре? Ну ладно, потом. Молодой человек. Я? Цветочки позабыли? Спасибо. Цветочки, валидол, карвалол. Ну, а я побежал, меня там Ханссон ждет. А пуговица? Алласька, неудобно же. Мне там второй час человек... Да и быстро. А ты пока поешь. Ну, зачем вставала? Ты же голодный. Андрюша, а твоя дочка на кого похожа? На тебя или на... На нее? Не на кого. Бросил институт. Дома не появляется. Муж у нее какой-то обормот. Пытаюсь с ним наладить контакт. А ничего не получается. Вот. А вот если бы у нас... Он бы тебя уважал. Ну все, все, молчу. Ешь, ешь. Да? Можно? Можно, дядя Коль. Ну как ты, сердечница? Уже лучше. Здравствуйте, Андрей Павлович. Здравствуйте, Николаевна. Ведь вот до чего себя довела. Все нервы, нервы. Да, нервы. Дядя Коль, ну пусть Андрей Павлович поест. А то он торопится. Его ждет профессор из Дании. А-а-а, вы кушайте, 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 кушайте. Ему Андрей Павлович помогает перевозить Достоевского. О-о-о. Значит, вы и датским владеете? Не очень. Основной у меня английский. Дядя Коль, а правда, когда Андрей Павлович ест, он на кролика похож? Ну, зачем ты так? Нормальный человек. Алла, я чего пришел-то? Я вот подумал, подумал. Ведь рано или поздно вы кончите свои мытарства. Оформите ваши отношения. Дядя Коль, ну зачем об этом? Андрей Павлович, может я лишнее говорю? Ну, почему же лишнее? Нет. Я хочу, чтоб вы знали, Андрей Павлович, мы с ее отцом кореши были. И вот его нет, а я остался. Вроде за место отца. Так? Ну, разве стал бы я вмешиваться? Тут каждый себе хозяин. Дядя Коля, ну, прошу же. Ну, погоди. Я же к делу веду. Так вот, что я говорю. Когда вы наконец решитесь, я уеду в деревню. И моя комната будет в вашем распоряжении. Таким образом у вас будет отдельная квартира. Ой, господи, да что же за бредовая идея такая, а? Я сказал... извините. Не смей вам больше мешать. Всего доброго. Андрей, ты меня прости, пожалуйста. Я же ему не могу сказать, что ты... Я понимаю. Ну, я побежал? Беги. Побежал. Сними пиджак. Зачем? Ну, я прошу. Отвернись. Не смотри. Руки. Посмотри. Нравится? Очень. Спасибо. Зачем так тратишься? А я хочу, чтоб ты модный был у меня. Ну, все. Иди теперь. Аллочка. Можно, пока у тебя повисит? А то... Ну, приду, что скажу. Обиделась? Нет. Я же понимаю, что там ничего нельзя. Здесь все можно. Иди, иди. Никуда я не пойду. Иди, тебя ждут и иди. Ну что, не могу с больным человеком посидеть, не имею права, что... Не знаю. Не знаю, я твои правы знать не хочу. Вот сейчас звякну и скажу, что задержусь. И негромко, пожалуйста. А то дядя Коля не знает, что ты семейный у нас. Вы что, в туалет ходите? Проходи, не стесняйся. Спасибо. Андрей Павлович. Может, руки хотите помыть? Там полотенце чистое. Спасибо. Поехали. Спасибо. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Нельзя только брать. Надо что-то и отдавать. А я как раз отдаю. На. Лена, перестань дурачиться. Немедленно повесь за навязки и вернись в институт. Неужели тебе маму не жалко? Посмотри, до чего ты ее довела. Может, это не я ее довела? А кто? Ты. Термакова! Ау! Тебя! Алла. Да, родной. Я сегодня не смогу к тебе прийти. Почему? Ну, тут такие дела. А ты приходи после дела. Будет поздно. Ну, ладно. Тут уже стучат. Я тебе перезвоню. Анфда. Пelcome. Абсолютно. 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 Режем. Без тебя. Режем. Что arithmetic. и два раз два раз два раз два Здравствуйте, Нина. Здрасьте, Билл. В маленький раз Кардаш. Обои решил переклеить. Мрачно очень у нас. Красиво. Красиво. Очень красиво. Ну, что ты так грустно и с упреком смотришь на меня, малыш? Думаешь, мне легко было так малодушно поступить, парень? Сказал он Смиту, а потом бегал от него и убегал. Да, Лифанов, вы меня извините, но, по-моему, это просто подстрочник, а не перевод. Андрей Палыч, я ведь новые формы ищу. Боюсь, что это не поиск, Лифанов, а элементарная небрежность. Вот здесь у вас написано бегал и тут же рядом убегал. неужели нельзя было придумать что-нибудь еще? Пожалуйста, прошу вас придумать и слова, близкие по смыслу к слову убегать. Мчаться. Улепетывать. Уноситься. Драпать. Драпать. Хорошо. А как именно драпать? Вы, Лифанов? Быстро. Быстро? А еще? Ну, быстро. Быстро. Ковалев? Во весь опор, на всех парусах, во весь дух. Селянина? Стремительно. Ильинская? Без оглядки. Ну, давай, Наташа. Кувырком. Алла. Здравствуй. Здравствуй. Андрей, ты меня бросил? Понимаешь, так все навалилось. И работа, и институт, и Хансен. Нет, ты бы мне просто позвонил. Потому что я целую неделю не отхожу от телефона, все время жду, когда ты мне позвонишь. Звонишь? Андрей Павлович, я в твою сторону могу подбросить. Нет, спасибо. Здрасте. Здрасте. Наша? Чужая. А, ну-ну. Ну, счастливо. Ну, прощай. Ну, прощай. Алла. 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 Алла, ну. Ну, Андрей. Давай поговорим. Андрей, ну, ты... Ты как тот хозяин, который свою собаку очень жалел и отрезал ей хвост по кускам. Ну, больно очень. Не надо. Алла. Аллочка. Аллочка, ты все не так поняла. Алла. Ну, Алла, ну, подожди. Ну, даже мне объяснить в конце концов. Ну, не надо. Ну, пожалуйста. НЕ, привет. Ты что, водохлеб? Слепой, что ли? Не видишь, что я еду? Простите, пожалуйста. Я загляделся. Загляделся? А если б я тебя задавил, мне что, в тюрьму садиться, что ли? Виноват. Андрей! Что он с тобой сделал? Мамочки! Задаю. Да нет, это я сам на него налетел. Да? Ну-ка, потряси головой. Аллочка, ты пойми. Тошнит тебя? Нет, нет. Поболеть? Ты пойми, я все это время думал. Товарищ, иди сюда. Чего? Сюда. Куда? А ты не взрывай. Почему это? Подожди, Андрюш, спокойно. Вот мятина. Дверцу помял. Что будем делать? Шестянка, покраска. Что делать? Десять рублей. Червоний изгонит. Нет, подожди. А как это он сюда головой-то попадал? Как Олень в стакаты влетел? Вот бы как влетел. Знаешь что, Олень, езжай-ка ты отсюда. Пока я сейчас милицию вон не выдал. Ты задавил человека. Чего? Милиции! А ну иди отсюда, верти хвост. А то сейчас потали, как врежу, так... Ты что? Ты что? Подожди. Значит, ты меня первый ударил. Это хорошо. Не надо, товарищ. Пожалуйста, он больше не выдал. Андрей, ну не надо, ну ты перестань. Что ты? Ну, товарищи! Ну, помогите! Задавил человека, который сбивает! Мужчины! Девушка, где? Да не этот. Ну что вы руки-то ломаете? Ну больно же человека. Да задавил тот. Этот, этот, я видела. Едет как ненормальный. Пустите же. Ты идиот. Эй, парень, ты что, с ума сошел? Это? Зовите дружинников. Да? Бузыкин, не удивляйся, я догадалась, где ты. Ну, все нормально, помирились. Ну? Ты будешь смеяться, у меня опять не приняли. Сказали, не соответствует стилистике. Стою, ничего не могу сообразить. Приезжай, Бузыкин, мне очень худо. Извини, но сейчас никак? Ну, попозже. Ну, тогда все, я просто погибла. Бросила трубку. А что ей нужно от тебя, наши дюймовочки? Ну, она хотела, чтобы я ей помог. А ты что? Я сказал, что не могу. Правильно. Не можешь же ты всю жизнь на нее и шачить? Нет, вообще-то она неплохая. Нелепая только. Из института ее вечно выгоняли. Нелепая вроде тебя. Как? Хорошо. Что? А вот это? Ой, наблюдательный ты мой, я же себе юбку новую сшила. Ишь, я. Да. Да. И готовит. Да. И печатает. Да. И стирает. Да. И спасает. Да. И мучает. И любит. Где же ты еще себе такое найдешь? Все. Мое время истекло. Да нет, это мне в ЖЭК надо было забегать. Пристали ко мне с какой-то лекцией. Ну что ты? Ничего. Да никуда не пойду, не собираюсь даже. Андрей, могу тебя попросить об одном одолжении? Не про ребенка. Не бойся. Ты мне можешь подарить этот чертов будильник? Пожалуйста. Вот теперь никто никогда больше не услышит их проклятных Верещания. Женя! Женя, что же вы не здороваетесь? А я вас не видел. Видели, видели. Вы в самые глаза мне посмотрели. Андрюш, познакомьтесь. Это Паташук. Паташук. Очень приятно. Бузыкин. Андрей Павлович. Я его стихи читала на даче. Валя. Это не мои стихи, это переводы. Какая разница? Слова-то твои же. А мы в кафе сейчас были. Да? Ну я пошел. Идите, идите. До свидания. До свидания. До свидания. Андрюша. Андрюш. А? Ты почему не носишь мою курточку? Ну зачем я буду на работе трепать? Такая хорошая вещь. Вот и трепли. То есть трепи. Будешь меня чаще вспоминать. Чтоб завтра одел. Ладно. Ты знаешь, почему он со мной не поздоровался? Почему? Потому что он в меня кажется влюблен. Ну? Да. Он мне два раза звонил и приглашал в театр. А ты? Не пошла. Почему? Потому что я однолюбка. К сожалению. И на что она живет? Не понимаю. Кто? Варя. Какая Варя? Варвара Никитична. В этом году мне только один рассказ напечатали. И то с трудом. С твоим. Шла бы в интурист, что ли. Гидом. Андрюш. Ну ты вместо того, чтоб так терзаться, пошел бы и помог ей. Что ж тебя одну здесь оставлю? А что такого? Я же не ребенок. Иди, иди, иди. Ну ладно. Тогда давай сделаем так. Ты идешь в зал, смотришь кино. Я бегу к Варваре. Перевожу ей несколько фраз. А после конца сеанса жду тебя внизу у афиши. Хочешь? Что, очень плохо, да? Ну почему? Ну ты ж все повычеркивал. Ну мелочи кое-какие. Например, коза кричала нечеловеческим голосом. Это не мог оставить. Ну а каким? Да никаким. Да никаким. Просто кричала. Скажи, Вузыкин. Может, я бездарная? Нет. А чьи переводы лучше? Мои или Шитовой? Конечно, твои. А тогда почему? Алло. Да, одну секундочку. Тихо. Салют. Нет, он ушел домой. Не за что, родная. Бузыкин, хочешь рюмашку? Нет. А я люблю, когда работаю допингом. Бузыкин. Бузыкин, ты что, очумел? Ты что, все заново начал? Зачем? Да не годится это все. Ну тебе не годится, а мне годится. Милый, время уж пол первого, а у нас, понимаешь, вагон работы. Как половин первого? Ну так, ну без двадцати. Все, погиб. Пускаю пузыри. Меня ж там Алла ждет. Да никакая Алла тебя не ждет. Она звонила, я сказала, ты давно домой ушел. Зачем? Затем. Жалко мне эту дурочку. Промурыжишь ты ее до сорока лет, как меня, мой Володька, и бросишь. Алло. Алла, Аллочка, это я. Слушай, когда ты сюда звонила, она тебе сказала, что у меня здесь нет, так я был здесь. Я сейчас здесь. А часы я тебе отдал. Бросила трубку. Алло. Ниночка, это я. Я тут был у Варвары, а теперь, значит, пока добежал, тут мосты развели. Продолжение следует... Не прощает. Эксперс. Продолжение следует... Мурнинг! Вы готов? Готов. Андрей! Пошел к черту! Пошел к черту! Андрей! Один маленький вопрос. Как это лучше можно переводить? Вот здесь 12 глава. Простите, Бел. Простите, Бел. Четверг. Здравствуй, Василий Игнатьевич. Ремонт затеяли. Маленький раз кардаш. Знакомься, Василий Игнатьевич, это господин Хансен. Профессор из Дании. Харитонов. Бил. Он по-русски понимает? Понимает. Понимаю, но еще не все совсем. Прибыли в Советский Союз. Прибыли, да. Надолго. Надолго, но скоро уезжаю. А у меня тоже сегодня свободный день. В субботу работаем. В четверг отдыхаем. Вот, Василий Игнатьевич. Сидим. Трудимся. Ну что ж. Надо отметить знакомство. Василий Игнатьевич, мы пас, у нас работа. Это работе не помешает. Русская водка. Водка. Им нравится. Надо бумаги убрать со стола. Закапаем. А ну, взяли. Вот так. Поставили. Василий Игнатьевич, а где ты эту куртку купил? Нашел. На дворе валялось. Вот у вас в Дании такие заграничные куртки на улицу выкидывают? Нет. Этот чистый хлопок. Это дорого. А у нас выкинули. Чуть-чуть рукав порвался и выкинули. Василий Игнатьевич, продай ее мне. Она тебе все равно мало. Палыч, не могу. Извини. Не могу. Я б тебе так отдал. Жена видела. Подумает, пропили. Садись. Василий Игнатьевич, ей-богу, отложим. Ну, некогда. Ну, Палыч, ну, сам же время тянешь. Ну, что ты, Палыч, ну, садись. Профессор, и вы садись. Садитесь, Билл, садитесь. Оп. Ну, за профессора. Будьте здоровы. Спасибо. Палыч, чего это он не пьет? Вино утром вредно. Всего по сто пятьдесят разговоры. Чистая формальность. Выпейте, Билл. Он все равно заставит. Пригубите немного. Будьте здоровы. Не, так нельзя. Тастуемый пьет до дна. Не понимаю. Я за вас выпил. Значит, вы тостуемый. Я до дна. И вы до дна. Такой у нас порядок. Василий Игнатьевич. Спасибо, я все. Василий Игнатьевич, оставь. Ну, что ты носил? Ну, видишь, человек не привык. Я же выпил. Нет, все народы мира должны с ним пить. Профессор, я обижусь. Вот и хорошо. Стоп, стоп. Я больше не буду. Мне работать. Ну ли ты? Не обратно же выливать, Палыч? Ну, что он о нас подумает? Ну, ладно. Только учите последнее. Будем здоровы. Будем здоровы. Будем здоровы. Ваше здоровье. Тастующий пья до дна. Бивая пошел мне работать. Ну, погоди. Ну, что ты? Так у нас не положено, Балыч. Теперь надо посидеть. Ну, что ты? Хорошо, сидим. Я сегодня утром уже корзину грибов нарвал. А ты, Палыч, все спишь. Лентяй. Съездил бы за грибами, пол-литра покупил, рюмочку нолил, и грибочек один. И жена у тебя за грибами не ходит. Я скажу тебе, плохо. Плохо он воспитывает свою жену. А тебе, Палыч. А вот у вас за рубежом грибные леса есть? За рубежом грибных лесов нет. Грибные леса везде есть. Это... Не успеваю. Днем и ночью сижу. Не идет. Ну, ладно, можете не торопиться. Что-нибудь придумаем взамен. Только вот я не знаю, что теперь со Скоффилдом делать. Ведь та же петрушка получится. Нет, Георг Николаевич, Скоффилд, это мое. Ну, это я на коленях. Ну, ладно, подумаем. Да нет, это... Да. Пузыкин, я перепечатала, сейчас все получилось. Слушай. Горестная жизнь плута. Такая жизнь плута. Замутка. Земля была беспорядочно замусорена. Уродливо. Консервные банки. Клочи газет. Мотки проволоки валялись на ней. Между черными покосившимися столбами были протянуты веревки. На них висело серое белье. Старик в белой одежде внимательно вглядывался. У тебя резиновые спаги есть? Белью я дам. По грибам идем. Какие грибы? Человек жил в грибного леса, не видел. Вернется, будет что рассказать. Нет, что, братцы, вы как хотите, я не могу. Туда и обратно, всего и дьяволов-то. Всего и дьяволов-то. Ну что, нравится наша природа? Да, очень. А вот тебе бы хотелось пару деньков отдохнуть на свежем воздухе. Хотел бы, да. Смогу устроить. Спасибо. Есть знакомый в санатории. Главный врач. Туберкулезный санаторий. Ну, это не опасно. Вон врачи работают, и ничего. Тебе на когда? Спасибо. Я сейчас очень занят. Если возможно, следующий приезд. Возможно. Тогда через Палыч сообщи мне. Хорошо. Палыч, если надо, я тебе тоже смогу делать. Ну, зря. не тот лес. Не тот. На машинах понаехали ханурики дешевые. Все грибы подмели. Профессор, а у вас машина имеется? Имеется, да. Говорил тебе, Палыч, купи машину. Сейчас на ней и ездили. Да на какие шиши? Ну, все. Лес кончился. Пошли домой. Там проще есть. Там подосиновики должны быть. Смотаемся и поедем. Нет, братцы. Вы как хотите, я домой. Профессор, ты хочешь домой? Нет, не хочу. И я не хочу. Так что, Палыч, мы тебя не отпускаем. Пошли. Да подождите. Что значит не отпускаем? Вы хотите собирать грибы, так? Ну, и собирайте. А я не хочу. Ну, не хочешь, не собирай, так походи. Идиом. Василий Игнатьевич, я же сказал, что не хочу собирать грибы. А вы даже не реагируете, как будто меня здесь нет. Палыч, ты в компанию пришел, в компанию и уйдешь. Пошли, Бильд. Ну, пошли, пошли. Стойте. Василий Игнатьевич, вот вы волевой, цельный человек. Вы, Билл, тоже волевой и цельный. Но я тоже волевой и цельный человек, и меня голыми руками не возьмешь. Я прошу вас привыкнуть к этой мысли. Счастливо оставаться. Очень быстро, я не понял. Ключ. Какой ключ? От моей квартиры. Пожалуйста. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Почему? А потому что я ему сказала все. Зачем? А врать надоело. Ну, я действительно был у Варвары. Андрюш, знаешь что, ты бы врал где-нибудь в одном месте. А то, когда и там, и тут, по-моему, хлопотно очень. Перестань хотя бы клацать, когда с тобой разговаривают. Андрей Павлович, вы простите, я работаю. Я иногда подрабатываю. Ала, я ведь тоже могу обидеться, что дальше. Дальше? Дальше будешь спокойно жить со своей Ниной Евлампиевной. Я тоже замуж уйду. За кого? Да хоть за Птушука. Ну, что ж. Если ты будешь счастлива, я буду только рад. Рад будешь, да? Ну, я постараюсь ради тебя. Ой, Андрюша, уходи лучше сейчас, а? Уходи, пожалуйста, я видеть тебя не могу. Уходи, уходи, уходи. Я право окно сейчас выброшусь, и Бог. Пока. И все-таки, Алла, не будем принимать скоропалительных решений. Я сейчас очень устал, ни черта не соображаю. Завтра, ровно в семь, я у тебя, я все обдумаю, и мы все решим окончательно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. На бульваре в шахматы играл. Здравствуй, Виктор. Отто знал, что в его распоряжении 40 минут. Он что, так и будет 40 минут сидеть? Нет, сейчас Ганс придет. Они уезжают. Куда? На остров Жохова, 8-я станция. А где этот остров Жохова? Недалеко от Северного полюса. Они что, шутят? Нет, они не шутят. У них гидролог заболел. Ну и они мне предложили. Завтра улетаем. Ты их отпускаешь? Нет, я вас не отпускаю. Ну, папка, милый, у нас уже и билеты есть, и договор мы подписали. Всего на два года. Вернемся, как раз ремонт законишь. Ой, всего на два года. Лен, ты спрашивала, вон Ганс. Сейчас они будут сейф вскрывать. Да подождите со своим Гансом. Сейчас мы вас будем записывать. Держи. Так, сядьте рядом. Пап, ну сядь поближе к маме. Ну? Так. Пойте. Может, нам еще сплясать на радостях? Это же на память, Нина Евлампевна. Мы всех записываем. А там слушать будем. Начинайте. Ну, стоп, 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 братцы. Что вы как на поминках? Давайте что-нибудь повеселей. Я не знаю. Мы едем, едем, едем В далекие края. Веселые соседи, Веселые друзья. Та-та-та, тра-та-та, Мы везем с собой кота. Та-та. Алло. Аллочка, я тебя разбудил? Нет. Понимаешь, тут такая история. Оказывается, Ленка с Виктором завтра улетают на два года. Так что я не смогу к тебе прийти. Ты меня слышишь? Да. А ты сейчас только, конечно, об этом узнал. Ну так все нелепо получилось. Я их провожу, не позвоню тебе. Нет, ты мне больше сюда не позвонишь. Андрей! Андрей! Что? Я миксер забыла положить. Он в правом шкафу на кухне. Зачем им миксер? Зачем им там миксер? Ну, они соки будут давить, соки, витамины! Ладно. Ладно. Можно? Здравствуйте, Андрей Павлович. Я к вам. Прошу. Я на секундочку. Вот вам просили передать. И еще... Извините. Пожалуйста. Да. Товарищ Бузыкин, это из ЖЭКа вас беспокоит. Напоминаем, сегодня в 19.00 ваша лекция. Какая лекция? Ну, как какая? Общий обзор вы же обещали. А? Да-да. Буду. Ну, до встречи! Ну, до встречи! Извините, пожалуйста, но мне надо собираться. Андрей Павлович, Алла Михайловна просила меня передать вам, чтобы вы к ней больше не приходили. Нелепая мессия. Извините. Здравствуйте. Разрешите? До свидания. До свидания. Кто это? Пташук. Из милиции. Да нет. Дома? Ушла. Павлович, беда. Били в отрезвитель из мили. Зачем? Вчера после грибов пообедали, не хватило. В гастроном не хватило. Опять поехали, отомыть дружинники. Я говорю, что профессоры здания, они ржут. Он у ватники. Я ж ему свой ватник подарил. А где он сейчас? В пятом. Ну, здесь, за углом. У женской консультации. Павлович, беги. Там, главное, до девяти. Не могу сейчас. У меня Нина пошла отпрашиваться на работу. Павлович. У меня сейчас надо собрать все. Приеду и схожу. Я ж толкую. Там в девять перегистрация. Ему пятнадцать суток. А мне телегу на работу. Кто поил? Харитонов. Ну, ладно. И ты, Павлович. Ну, пойду, ладно. Ну, а если про меня что-нибудь спросят, ты скажи, что знаешь. Павлович, побегу. Там трубы привезли. Ты хоть приоденься, а то подумаешь, что тоже из этих. Фамилия? Хансен. Имя? Билл. Два Л. Отчество? Не знаю. Что, свое отчество позабыли? Это не мое, это его. А я ваше спрашиваю. Зачем мое? Ну, у нее уже нет документов. На кого мне оформлять штраф? Бузыкин Андрей Павлович, 33-го года рождения. Товарищ лейтенант, нельзя ли побыстрее? У меня там дочка в одиннадцать улетает. Имя? А его нет, он не ночевал сегодня. Так это он. Это я. Я. Пожалуйста, побыстрее. Меня там внизу такси ждет. Не узнать. Пойдемте. Андрей, там было много новых слов. Да, наверное. Я запомнил. Это может быть интересно. Да, конечно. Прошу. Андрей, я Алкач? Алкач, Алкач. Андрей, а вы ходок? Ходок, я ходок. Ну, Билл, сейчас вам надо принять ванну и в постель, а я побежал. Андрей, хорошо сидим. Товарищи, разрешите спросить. У меня самолет улетает. Девушка на Амдорму еще не улетел? Не знаю, посадка закончена. А куда идти? Вон туда, первый заход. Спасибо большое. А на Усть-Каменогорск. А на Усть-Каменогорск. А на Усть-Каменогорск. А на Усть-Каменогорск. Я... Не надо, Андрюша. Тебе, наверное, кажется, что Леночка уехала. Я осталась одинокая, несчастная. И ты теперь обязан меня обегать, быть со мной рядом. А все наоборот. Я все это время унижалась и боролась за тебя, потому что я не хотела травмировать Лену. Теперь ты совершенно свободен и можешь жить так, как ты хочешь. Честно говоря, мне было бы даже легче, если бы ты ушел. Знаешь, я стала бояться тебя. Я все время думаю, вот сейчас он опять соврет, сейчас он опять соврет. От этого же можно с ума спятить. В конце концов, и я бы стала свободна. Там у меня все. Было. А теперь все. Ну, Ниночка. Ну, прости, пожалуйста. Нин. Прости. Прости. Хоть сегодня ты мог вовремя прийти, она так тебя ждала. Все время спрашивала, где отец, где отец. Да меня в этом черте вытрезвители промурыжили, где родился, когда родился, как будто это значение какое-то имеет. Товарищ водитель, остановите, пожалуйста, машину. Товарищ водитель, не останавливайте. Ну, подожди, давай я объясню. Нет, я же не говорю, что я был вытрезвитель. А что ты говоришь? Это Хансен был вытрезвитель. Хансен. Я вас очень прошу, остановите, пожалуйста, машину. Мне здесь нужно выйти. Нина, Нин. Не трогай меня. Ну, слушай, я действительно был вытрезвителем. Леной клянусь. Ты клянешься Леной, когда они там, в воздухе. До города. Берегин, ты что хромаешь? Что случилось? Слушай, я понимаю, это идиотизм. Ты знаешь, что мне сказал Берегин? Он сказал, что мои переводы лучше, чем твои. Поздравляю. Ты знаешь, что я притащилась? В плане на Скофилда ты стоял? Да. Передали мне. Я хочу знать, как ты к этому относишься. Я очень рад. Я так и знала. Бузыкин, у тебя совесть есть? Первый раз в жизни мне дали сделать что-то серьезное. Ну что, мне идти отказываться? От меня-то что тебе надо? Дали переводи. Я не хочу, чтобы ты это считал свинством с моей стороны. Бузыкин, мне это очень важно. Ладно, это не свинство. Бузыкин, а ты уже начал? Может, у тебя остались какие-нибудь черновики, бумаги? Может быть, ты отдашь мне их, а, Бузыкин? А полы тебя помыть не требуется? А то я вымою! Ты свистни! Добрый день, Андрей. Здравствуйте. А потом все собираемся возле пункта. Безусловно. Вот. И чтобы понимаете никаких осложнений, все должно быть идеально. Ясно. Здорово, Бузыкин. А вот руки-то я вам не подам. Здравствуйте. 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 Ты что, с ума сошел? Почему? А потому. Тебе это не идет, Бузыкин, запомнил. Не идет. И все-таки я прошу тебя, Шершавников, на будущее. Не ставь себя в глупое положение. Всего доброго. Всего доброго. Что с ним? Не понимаю. Андрей Павлович, Андрей Павлович, напишите мне зачет, пожалуйста, а то они мне стипендию не дают. А я сдам. Вот освобожусь немного и сдам. Хартия переводчиков, товарищ Лифанов, гласит, что перевод в современном мире должен содействовать лучшему взаимопониманию между народами. А вы своим лепетом будете только разобщать. И вообще, учтите все, больше никому никаких поблажек не будет. Андрей, может передумаешь? Все-таки двадцать лет прожили. Нет. Я сейчас. Тебе помочь? А что там? Две рубашки. Тебе повезло. Она сама ушла. Чего? Сама ушла. Живи один. Пока. Ладно. Палыч, ты чего это? Отдыхаю. И дверь носится. Да? Андрей, дом, где я спал. Как называется? Трезвивател? Вытрезвитель. Да-да, вытрезвитель. Спасибо. Пожалуйста. Слушаю вас. Сходил? Сходил. Отпустили? Отпустили. Про меня трепу не было? Был. Чего сказали? Сказали, что ты Портвейн с водкой мешаешь. Ну и что? Им ты чего? Не знаю. Сказали. Там всего и полбутылки не было. Дед! Чего? Иди домой. Тебя срочно бабушка зовет. Вот. Сообщили уже. Я говорил ему, а он коктейль, коктейль сипилохматый. Идеал. Иди домой. Иди коктейль. Ладно, что так дырка оплачивается. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Паплывай, коктейль. Иди сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, это я. Ты мне звонил? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Кто-нибудь решил? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А у нас телефон был испорчен. А сейчас зато у меня свой в комнате. Слушай-ка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрюша. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У тебя правда там? Да. Да. Эй! Алло! Куда я исчез? Да. Да. Я здесь. Ну? Когда же мы увидимся? Я записываю. Завтра в семь кафедра. Морнинг. Андрей. Вы готов? Готов. Да. Я stamp? Я знаю, нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok